Всем привет, чуваки! Вы смотрите канал Кэм Уиз Мэн, влоги почти ежедневные, второй день подряд снимаем. Надеюсь, вы посмотрели вчерашний влог, и мы вчера уже вам спойлер кинули, о том, что сегодня у нас праздник. Да? Да. Отбей пятерочку, потому что у нас пять лет со дня свадьбы. Можете посмотреть этот влог, кто не видел. Да, вот он вот здесь сейчас. Примим, свадебный. Посмотрите, пересмотрите, это, наверное, самое популярное, если видите на ютюбе Кэм Уиз Мэн. Первый выпадает свадьба, потом всякий самокат, переезд какой-то. Нет, сначала я на Кула-Колу. Нет, нет, свадьба. Прикол, как бы все почему-то искали свадьбу именно со словом Кэм Уиз Мэн. Вот, короче, ладно, отправляемся, отправляемся в путь. Ребят, смотрите, колесо, блин, если вы поймете, просто вот и вот мое бедро, талия и здесь. Вот колесо и вот, чуть выше колена. Зато наша малышка довезет нас до Омска и обратно и спушит вот столько бензина. Да, а вот это вот не малышка. Ребята, вы можете нас поздравить не только с пятилетием, но еще и с первым спущенным колесом кому-то. Вот так вот, типа, знаете, месть. Нас поджали на парковке. Очень сильно. Не было ни телефона, ни сигнализации у чувака. То есть я пинал, пинал, пинал по колесу, у меня уже нога сломалась. И в итоге, короче, удалось как-то нам маневрировать, маневрировать и выехать оттуда. Было чуть-чуть пространства. Я вот так вот долго туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда и в щель там выехал. Там просто вот такое расстояние между машинами. Да, в итоге мы спустили, ну, одно колесо спустили, ну, естественно, не прокололи, а спустили. Да, прикол в том, что эта машина с самого утра стояла, то есть мы там гуляли с собакой, и уже утром машина стояла. Ну, блин, это очень странно, если ты никуда не собираешься ехать, так что ж ты не переставишь эту машину днем? Короче, никогда так не делайте. В смысле, не мешайте никому. В смысле, не ставьте как мудак свою машину. Мы снова в Джиллазе, мы вчера обещали, как человеку, который продает мороженое, что мы придем. Себе обещали. Ну, и, собственно говоря, мы этого хотели сами с утра. Типа сейчас первым делом мы задаримся мороженым, потом видим в новое место. В новое? Ты же говорил, но в новое? В новое в два. В новое в два даже. Сегодня день открытие. Мы идем в супер-мега переулок, в котором мы когда-то были. Там типа... Ну, в другом месте были. Да, ну, в общем, что там? Куда ты ведешь? Фанки-фуд. Фанки-фуд? Что-то знакомое. Ну, там типа нас ожидают бургеры. Ну, вроде как, да. Отлично. А сейчас будет эвакуировать тачку. Здесь небольшой фан мочи. Чуть-чуть. Странно, потому что... Я не успела. Очень-очень такое проходное место, но, видимо, ночью умудряются здесь апсикать что-то. Нет, здесь много чего есть. Много прям. Чего-то, слушай, даже больше, чем в прошлом году. Вот этого не было. Там что-то все поменялось. Идем туда же, да, только название было. А, то есть сам поменялся, поменял заведение. Ну, вот так, да, именно заведение вообще заполнялось. Прикольно. Ну, ладно. Я надеюсь, вообще будет что-то. Ой, любовь, как раз сегодня тема. Короче, забавно, здесь разные заведения в одном, получается. Какой-то типа лофт этажи и всякое такое. 21 век, круто. Дожили, сдают номерки о готовности заказа. Лиштяк, а самое главное, что вообще есть веганских бургеров. Гребаная музыка, но приятного аппетита. Слушайте, ну было вкусно. Вкусные бургеры. Но есть у нас вопросы остались к этим бургерам, но мы оставим это за кадром, будем решать, потому что сейчас голословно что-то говорить не стоит. Там по составу немножечко вопрос. А так, так вкусно. Вообще, в целом, это типа фудмаркет, да, называется? Первый типа в Краснодаре фудмаркет. Ну, да. Написано вот, панки фуд. Мне вот интересно, да, типа, несколько предпринимателей в одном месте или это все-таки один предприниматель разделил на какие-то типа тематики? Просто когда мы были год назад или два года назад, там был просто ресторан. Там был какой-то ресторан, типа, с латиноамериканской едой. Помнишь, что-то такое? Раз, два, три, четыре, пять. Просто банда отдыхает. Чилит. Ой, собаки чилят. Знаете, в чем подстава Красная улица? В том, что хоть в выходные, хоть в будние дни здесь всегда играет музыка с каждой колонки, которая на каждом столбе в течение... Через один, наверное, столб. Да, через один, да, по всей Нижней Красной после театральной площади, площади театра драмы. Да, и минус все-таки для тех людей, кто здесь живет. То есть здесь жилые дома есть, прям на красной. И вот постоянно это слушать, мне кажется, даже, как и там, трех, трех... Короче, когда три стекла, три стекла на окнах, все равно тебе не поможет. Интересный факт, сегодня понедельник, будник. Мы идем по Красной, сейчас свернули на параллельную улицу, и все кафешки, которые нам встречаются, все забиты. Вообще все поздно. Уличные вот эти вот все зонтики, там, лежаки, все такие. Ну да, и на улице, и внутри тоже будни-день. Понедельник, как бы, после работы все пошли по ресторанчикам. Нет, ну, понятно, но мы, у нас праздник. Это круто. Да, это клево, на самом деле, круто. Люди, как бы, это, не торчат дома, не киснут, выходят. Это здорово. На радуге не висли. Да, нет, ну, а если уж так случилось, то лучше уж на радуге зависеть. Кто узнает скейт-парк Сквера Дружба, мы пришли сюда, чтобы у нас немножко устаканилось все, что мы скушали. Мы скушали немного, но в любом случае, потому что впереди кофейня новая. Да, блин, ребята, это наш стиль жизни. Вообще у нас лайфстайл-блог с путешествиями, со всякими штуками-дрюками. Вот, поэтому вот так вот. Это наш стиль жизни. Мы любим ходить по заведениям, по кафешкам особенно, по каким-то простым таким, по современным. Типа там, изучаясь меню, поскольку мы сами едим не все, нам интересно, где, кто из кафешек более прогрессивный и всякое такое. Ну вот. Но, к сожалению, очень мало прогрессивных. Да, но сегодня как бы доказали, что есть, но опять же там вопросики есть. Ладно, короче, посидим, посмотрим на фонтан. Здесь уже загорелись огни. Ну, потому что в красе темнеет рано, но при этом, на самом деле, сейчас, мне кажется, уже много где темнеет. Сейчас без 4 минут 8. Я думаю, у многих уже темно в городах. Но в Омске, насколько я помню, конечно, светлее, намного светлее. Ой, какой шумный. Не прошло и 5 минут, как Алиску начали кусать комары. Да. Включились фонтаны, вот там вот, эх. Вы можете видеть, как они горят разными цветами. Разними. Разними. Еще потемнело. И мы пошли в кафешечку. Так что, follow me. Вот мы и пришли. Сегодня будем изучать кофе. Это фрукт. Радует то, что зерна не местные. Нижний Новгород. Так что, отведаем. Расскажем. Посоветуем или нет. Посмотрим. Вообще, из окна я смотрю на культ кофе. И он меня немножко молит. Мы вышли с кофе это фрукт. Спецом свернули с красной. На мира. Чтобы не было музыки, чтобы вам рассказать. Короче, пару слов, буквально пару слов. Во-первых, не очень комфортно. От того, что бариста, ну, она такая немногословная и немножко смурная была. Может, она не в настроении была, но, наверное, это тоже эдакий профессионализм. Быть всегда в настроении, так же, как и типа актеры и всякие ведущие. Включаясь. Клиент пришел, включи улыбку. Ну да. А еще у них странная эта барная стойка какая-то непонятная. Я даже говорю, так, типа, касса здесь или что? Ну да, там непонятно. Потому что где ты оплачиваешь, там такой, типа, столик маленький. А готовит она, получается, спиной к людям, которые заходят. И можно и с той стороны сидеть. Короче, ладно, вы так не поймете. Это надо визуально было смотреть. Прикол в том, что допом за растительное молоко они берут 100 рублей. Что это бешеные деньги вообще. Просто нереально. Это что такое вообще? Что за 100 рублей? Ей не понравилось то, что мы, типа, немножко такие офигели. И она решила с нами поговорить. И поговорила о том, что, типа, мы говорим, а что овсяное? Ну, 70 рублей не молоко. Многие сейчас на нем мутят. Клево. Нет, не сочетается с кофе. Что? Суперэксперт нашелся. Да. И причем она такая говорит, мне не понравилось. Ну, мне не понравилось. А как бы, блин, у людей спросить, которые берут овсяное молоко, и узнать, у них нравится или нет. Да, так что... Потому что человек, скорее всего, пьет коровье молоко. Естественно, те, кто пьют коровье молоко, им может не понравиться. Конечно. Любое другое растительное. Другой вкус. Потому что они начинают сравнивать. Это нужно просто как отдельный напиток кофе. Просто отдельный кофе, да, от того... С растительным. Ну, короче... Короче, мы туда не вернемся, это 100%. И дорого очень. Да, вы 60, 200 рублей стоил. Не стоит оно того. В 150 везде по городу. Ну, 160. Ну, и допом везде 30-40 рублей за соевое. Она даже спросила потом, а что... Сколько где, а что берут? Странно, что она тоже об этом не знает. Ладно, мы, короче, идем в Starbucks. Starbucks. Насчет Starbucks мы не пошутили, мы правда идем туда. Потому что у нас сегодня праздник, и мы хотим, типа, наслаждаться всем, чем вот... Я просто хочу... Что приносит там удовольствие. Я хочу вкусный кофе просто. Да. Мы сейчас проходим с PR имени Жукова. Фонтанчик. И я хотел сказать такую штучку, ремарочку, к прошлому кадру. В двух словах. Ну, там, кому-то покажется, что мы, типа, ноем или еще там пытаемся выпендриться. Нет. Просто много людей смотрит нас, кто живет тоже в Краснодаре. Возможно, хотели пойти туда, в это заведение. А узнав эту информацию, они уже взвесят. Ну, типа, захотят ли они потратить деньги впустую, например. Или они захотят удостовериться. Ну, в общем, какая-то инфа будет об этом заведении. То есть какой-то обзорчик, маленький обзорчик. Короче, совет. Лучше просто перейдите дорогу и сходите в культ кофе. Или сходите в сгущенку. Это очень рядом. Это проверено, это вкусно. Да, согласен. Поддерживаю. Ну, чтобы вы знали, ребят, самый кайф. Не просто так, вот, молочек. Ну, так давно здесь не пили кофе. Вообще, это столик? Да, это столик. Ну, да, здесь сладкий. Я, короче, про столик хотел сказать, что мы всегда, когда друзья к нам приезжают, мы сюда приходим сюда. Смарикой здесь сняли. С родителями, с Бариком. С Бариком сидят. Да, здесь барник. С полу на полу. И с Темой, с Натю. Он, по-моему, тоже забыл. Вот там посидели. Да, 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 точно. Точно, вот там. Вот там вот. И с Аней. И с Кипер тоже там. Короче... И с Аней и Лешей. Отлично посидели. Старбакс? Старбакс. Блин, я не знаю, как правильно. Потому что Старбакс или Старбакс, кто как говорит. Слушайте, у нас... Ну, это валдарение должно быть, да? Да, Старбакс. Старбакс. Да. У нас всегда очень такие разговоры прикольные. Под кофеином мы здесь сидим и что-то такое глобальное всегда обсуждаем. Да. Вот. Вот вчера... Именно только под кофе у нас. Да. Вчера были вам намеки про то, что каждый день чуть-чуть такое. Сегодня та же мысль продлились в ту же сторону. Ну, ладно. Не будем пока пустобрехством заниматься. Нам нужно ехать домой, потому что у Гороши ведь тоже праздник. Надо с ней тоже отметить. Хотя, кто смотрел вчерашний влог и концовочку, у нас с ней всегда, каждое утро у нас с ней праздник. Вот. Вот так вот. Мы ее так приучили... Ты хочешь перейти? Ну да. Мы ее так приучили утром, чтобы она к нам запрыгивала на кровать. Да она и днем уже так смело запрыгивает. Нет. Короче, мы расслабились и ее расслабили. Точнее, нет, она не запрыгивает, мы ее сами закидываем на кровать и она тогда успокаивается и спит с нами еще пару часиков. Да. И не нужно идти выгуливать. Да, да. Ладно, все, увидимся дома. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok